В этом эпизоде Кенши. Что если мы попробуем сейчас отвлечь охранников на этого парня? Что? Не, ничего, ничего, продолжай спать. Всем хай, с вами Юджин и сегодня, друзья, наконец-таки вернулся к вам. Сорян, что долго не было видосов, у меня был очень геморройный ремонт и я не мог ничего записывать. Но теперь я снова здесь и вы вместе со мной, поэтому сегодня мы отправляемся с вами в незабываемое приключение. Если вы готовы, то обнажайте ваши мечи. Сейчас мы с вами окунемся в прекрасный и захватывающий мир в Геншин. Геншин? Ты хотел сказать Кенши? Нет, я не оговорился. Мы окунемся с вами в Геншин. Нет, Юджин, погоди, стой. Ты опять неправильно название произнес. Мы отправляемся в Кенши. Я не оговорился. Мы окунемся с вами в Геншин Импакт. Начни свое волшебное приключение в полюбившейся миллионам игроков Open World Action RPG Геншин Импакт. Добро пожаловать на волшебный континент Тейва, в котором вас ждут 7 живописных регионов со своей уникальной культурой. От архитектурного стиля и одежды до неповторимых обычаев и персонажей. Насладитесь глубочайшей проработкой взаимодействия с окружающей средой, элементальной боевой системой, увлекательной сюжетной линией, а также объединяйтесь с друзьями, чтобы вместе выполнять самые сложные задания со значимыми наградами. А если вы уже знакомы с Геншин Импакт, то вы просто не можете пропустить самое грандиозное обновление 2.0, получившее название «Незыблемый бог. Гибель иллюзий». В обновленной версии вас ждут новые уникальные персонажи, новый загадочный регион Инадзума, еще больше оружия, а также игровые события со множеством ценных наград. Качайте Геншин Импакт бесплатно по моей ссылке в описании прямо сейчас. Симхай! С вами Юджина, и сегодня мы снова продолжаем играть в Кенши. Приключения мага и ползуна продолжаются, однако у них затруднительная ситуация. Один находится все еще в рабстве, другой на свободе. Как теперь им сконтачиться друг с другом? ХЗ, я сам не знаю, я только вот час начал играть. Не могу поверить, что я вижу людей. Надо посмотреть, что это за люди. Как-то можно их изучить предварительно? Я просто вижу у них палки в руках. Я не вижу среди них детей, а значит, они могут быть очень враждебными. Животные? Тоже что-то на вид очень опасное. Жизнь научила меня не лезть на рожон, поэтому я хитренько обойду их и посмотрю, что они делают. Еще группа людей. На этот раз они с животными идут, и мы можем с ними пообщаться. Я только что увидел значок общаться. А с этими можно общаться? Судя по всему, к ним лучше не подходить. Тихо, 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 все, больше не подходим. Стоим, смотрим. Среди них и женщины, и мужчины, все такие красивые. У этого племени отличный генофонд. Нашел время думать о размножении, маг. Сзади проходят эти твари. Так, стоим, не двигаемся. Если тебя и научило чему-нибудь рабство, так это быть незаметным. Смотрите, это же крепость. Мы сейчас в какой-то город придем или что? Окей, побежали. Если это город, то там по-любому есть таверна. А в таверне я могу найти кого-нибудь, кто мне поможет. Пока маг отправляется на смерть, давайте посмотрим, как дела у ползуна. Ползу в тюрьме. А, а рядом с ним прям охранник сидит. Философские размышления одного охранника. Если так подумать, то усы это верхняя борода. У меня все. Эй, чего он только что пересел? Просто общается с самим собой, потому что у него нет друзей. Как дела, Джон? Все хорошо, Джон. Только вот со мной никто не дружит. Как ты думаешь, почему так, Джон? Не знаю, вроде бы я хороший парень, общительный. Может быть, мне стоит найти другую работу, Джон? Мне плевать, что ты будешь делать, Джон. Какого хрена ты вообще сюда подсел? Дай побыть в одиночестве. Ну ты говнюк, Джон. Сам говнюк. Неудивительно, что с тобой никто не хочет общаться. Иконка мага... Опа! Он упал! Почему он упал? Потому что у него голод. Прямо лицом в песок. Как же мне здесь выжить? Если я не применю свои тайные знания, то мне конец. Давай! Хижина! Я должен ее найти! Эти токая хижина, вот она! Ох, как мне далеко идти надо! Этих людей стало больше, что ли? Они выглядят чересчур агрессивными. Смотрите на их лица! Кого-нибудь бы убить сейчас было бы замечательно. Какие-то фанатики. А вон и маг. Лучше не попадаться, мне кажется, к этим ребятам. Ждем вот здесь. Так, они проходят мимо. Ну, короткие ноги не подведите! Побежали! Ты не поверишь, Ползун, я применю свои тайные знания, чтобы найти хижину. А в ней полно ресурсов. Здорово, а ты направляешься туда? Ну, не прямо в данный момент, ведь я только что упал. Боже мой, с тобой все в порядке, я бегу к тебе на помощь. Нет, я поднимаюсь, все в порядке, Ползун. Я чувствую себя таким бесполезным. Не смей так думать про себя, Ползун. Ведь знаешь, чем созвучно твое имя, Ползун? С чем польза? Пока что я приношу пользу только нашим рабовладельцам. Это ненадолго, Ползун, я тебя уверяю. Я уверен, нас ждет стандартная сюжетная арка, в которой угнетенные станут угнетателями. Зачморим этих мразей? Что? Мы станем угнетателями? Но не в том смысле, мы будем хорошими угнетателями. Я знаю, что будет делать Ползун, пока находится в рабстве. Каждую ночь я буду использовать, чтобы прокачать себя. Мы будем забираться вот в эту башню. Будем учиться обкрадывать спящих охранников. И в целом зачистим эту башню, потому что мы ее не осмотрели как следует. Ага, до хижины осталось совсем немного. Вот она виднеется. Ну, забегая внутрь. О, дверь открылась. Нас просто впустили, и тут никого нету. Что здесь? Хлеб. Вяленая рыба. Фу, такое только Ползун будет есть. Я не могу поверить. Я нашел еду. Смотрите, ваш отряд будет самостоятельно есть любую еду из своих инвентарей. Ползун, я покушал. Мак, тихо, я не могу говорить, тут рядом охрана. Вот черт, я ожидал, что будешь визжать от восторга. Я не могу, охрана постоянно рядом. Ползун, я тебя никогда особо ни о чем не просил. Но я прошу сейчас. Радуйся за меня. Ура. О, смотри, как этот раб радуется работе. Спасибо, Ползун. Это много для меня значит. Бочки набитые хавчиком. Я даже вижу ползуна через стенку. О, вроде бы так близко к этой прекрасной бочке. И так далеко. Спальный мешок. Мы можем здесь жить. Аптечки. У нас здесь есть какие-то штаны. Смотрите, какие штаны модные у него теперь. А это что? Вскрыть замок. Черт, я должен был выглядеть круто. А выгляжу как настольный торшер. Кожанка торговца. О, боже. Теперь я настоящий самурай. Кажется, жизнь удалась. Одно меня смущает. Вяленую рыбу положили, а вареных овощей нет. Будто бы хозяин хижины вовсе не меня ждал. Давайте научим мага добывать железо. Да, нам предстоит привыкать к этому виду мага. Он выглядит очень круто. Очень смешно одновременно. Настала ночь. Все, маг, прекращай. Посмотрим в инвентарь. Да, нам еще долго нужно будет эту штуку долбить. Но сейчас я предлагаю зайти домой и лечь спать. А, что за матрасы неудобные? Я в прямом смысле проваливаюсь в них. Как же одиноко здесь. Но ничего, скоро соседнюю кровать займет ползун. Мы будем перешептываться ночью. Секретничать. Рассказывать страшилки. Что-нибудь страшное про рабов и крысо-псов. Но еще ночь означает время ползуна. Вскрыть замок. О, на первом этаже. Блин, чертовски удобное место. Включаем скрытность. Спешать. И медленно ползем. Ладно, была не была. Заходим. Пожалуйста. Пусть они не проснутся. Обобрать эту бочку, посмотрим. Блин, просто беги. Найди любую клетку. Да чтоб тебя, как плохо. Как он так быстро проснулся? О, смотрите. Мы залечились. Кажется, полностью. И даже не потеряли сознание. Попробуем еще раз. Какого черта тут сидишь? Ну ладно, у нас вроде как уже получалось выползти. Давайте сделаем это еще раз. Нет, зайти. Я захожу. Сбежать. Пока он там. Он просто стоит, смотрит и кричит на меня. Он боится подойти. Это знаете, когда увидишь таракан, ты просто кричишь, таракан. Но если мы двинемся. Сюда, они драпают. Очень пассивный охранник. Зайти в камеру. Все, он кажется лег спать. Скрыть замок. Пробуем снова. Я тебя молю. Так почему они все сразу? Блин, мы просрали ночь. Куда побежал? Стоп, они куда-то его ведут. Только не на эшафот. Мне даже какая-то обидно теперь, что у мага такая роскошная жизнь. Он спокойно себе спит в комфортной кровати. Смотрите, штаны я раскидал повсюду. А ползуна вычмаривают. Куда его ведут? Прям пинками. Уп, пошу. Таким образом его допинали до ворот. Что? Прямо вот так? Сейчас, 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 сейчас. Бегляц, бей их. Как я упустил такой шанс? Я не увидел, что тут охранник стоит. А, ничего. Сейчас меня залечит. Очередной день, очередная рана. А маг просто спит. Быстро встал, пошел работать. Пока маг прокачивает свою работу, ползун тоже должен заняться делом. Включаем скрытность, прокачиваем ее. Охранники что-то суетятся вокруг нас. А, нет, попали. Нормально, прокачались чуть-чуть. А, боже мой, в какой позе он упал. Но охранник, как всегда, заботливо его золотает. Ты прости, конечно, что я так с тобой. Но это всего лишь моя работа. О, Патрик, спасибо, что помог мне. Нет проблем, Джонни. И, кстати, что ты все время один, и никто с тобой не общается? Пошел ты, Патрик. Мне здесь, блин, не скучно совсем. Еще немного осталось, и у нас тут будет железо. Дело в том, что в целом, пока мы рабы, мы не сможем даже в город сунуться. Посмотрите, далеки от городов для вас должно быть безопасно. Мы похожи на раба только на 1%. Еще 45 часов нам терпеть этот унизительный титул. Мы уже почти что добили железо. Давай, еще чуть-чуть, маг. Эх, я бы лучше так катаны махал, чем вот этой хренью. Эх, ну же. У нас теперь есть железо. 9 килограмм. Ползун, ты не поверишь, я добыл железо. Эх, железо. Не могу больше слышать это слово. Ну почему же? Потому что оно меня окружает, буквально. Ох да, прости, ты ведь еще в рабстве. Ты придумал что-нибудь? Нет, мне кажется, я застрял здесь не всегда. Ни к чему этот пессимизм, Ползун. Я всегда верил в успех, и ты посмотри на меня. У меня есть катана. И классный прикид. А у тебя это есть? Нет. Все потому, что ты пессимист. Так да, еще у меня классный дом есть. Я рад за тебя. В этом доме есть даже вторая койка для тебя. Тем временем, начинает темнеть. Ползун, твой выход. Я должен во что бы то ни стало обобрать эту башню. Прошу тебя, аккуратственно. Так, теперь нам надо наверх. Прошу, прошу, прошу. Да! Все, все, они заговорили во сне, это все лишь просто они говорят во сне. Блин. О, нет, 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 нет. Выше, выше, выше. Эй ты, здесь тебя не рады. Не заставляй просить дважды. Это охранник добрым оказался, мехотелый охранник. Не заставляй меня повторять, нарушитель. Однако, скрытость пипец, как прокачивается в этих условиях. Так вот, что ты делаешь? Смотрите, мы охранника запутали. Уйди. Тут охранники такие все мехотелые. Уйди, пожалуйста. Почему ты не уходишь? Ты вламываешься, убирайся. А, максимально прокачиваем. Все, они его сняли просто. Просто все сотрудники лечат моего ползуна. Тем временем, маг добыл новый кусок железа. Еще 9 килограмм. Давайте, наверное, дождемся 27 часов, пока истечет, чтобы перестать быть рабами. Это отличная идея. Все это время он будет долбить железо. По сути, еще сутки. Это значит, что в 13 часов я смогу пойти в тот город торговать. Ползуну просто не доверяю теперь. Два охранника стоят и смотрят на него. А этот малыш еще такой смешной. Смотрите, такой сутулый стоит. Самые смешные охранники за всю историю игр. Смотрите на него. Чисто батя своего сына позвал. Отец и сын надзиратели. Вот смотри, сынок, это раб. Да, я вижу папу. Когда он шалит, его надо бить. По заднице желательно. Но, папа, получается и я твой раб. Ой. И получается мама твой раб. Ой-ой-ой. Отец и сын надзиратели. Настала ночь. Охранники просто мчатся домой спать. Видимо, ребята очень устали за день. Ладно, давайте сбежим. Попробуем освободить этого раба. Теперь поднять его. Все. Мы тебя не отпустим. У меня идея. Что, если мы попробуем сейчас отвлечь охранников на этого парня? Что? Нет, ничего, ничего. Продолжай спать. Если я скину его прямо вот тут вот. Нет, прямо вот здесь. Он побежит. Охранники должны на него отвлечься. В теории. Слушай, не делай этого, пожалуйста. Ты ни в чем не виноват, но ты будешь приманкой. Кажется, у меня нет выбора, да? Вообще без вариантов. Я в целом ни в чем не уверен. Но вдруг. Так, встали. Теперь. Отпустил. Так, 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 так. Хорошо. Сработало. Один отвлекся. О, пожалуйста, следующий. Беги. Беги, чувак. Нет. Ну а теперь и ползуна заметили. Отлично. Все, беги. Уже ничего не поделать. А, нет, его отпинали. Блин. План почти сработал. Ну что ж, вот нас и залечили. И у нас теперь не очень ловкое соседство с нашим подопытным. Ты уж прости меня. Ну ты, конечно, говнюк. Все, он не разговаривает с нами больше. А вот и утро настало. Мак, как у тебя дела? Я задолбался этим заниматься. Могу себе представить. Вот еще металла добыли. Остался час, и Мак официально перестанет быть рабом. Я должен это увидеть. Я не знаю, как это будет выглядеть, но я ожидаю фейерверков, салют. Торт большой, откуда стриптизерша выскочит. Осталось ноль часов. О, вот он. У него волосы появились даже. А, наконец-то они отросли. Давайте стимим эту шапочку, посмотрим на его голову. А, какой я красивый. Наконец-таки я вернул свой первозданный облик. Ползун, ты не поверишь. Что такое, Мак? Я снова волосатый. Ко мне вернулось мое достоинство. Теперь я свободный человек. Я чертовски за тебя рад. Может быть, ты поможешь мне сбежать? Ну, не знаю, Ползун. В конце концов, я так много сделал сам. Да, так что для тебя же будет полезнее, если ты научишься сам решать свои проблемы. Что? Мне нужен компаньон, который мне равен по силе и по красоте. Я не могу в это поверить. Поверь, это все для твоего же блага. Найди способ сбежать сам. И тогда мы станем настоящими партнерами. Но до тех пор пошел ты в жопу. Я остался один. Нет, ты не один. Я с тобой. Слежу. Можем даже поболтать, если захочешь. Нет, я не в настроении. Вы, рабы, такие эгоисты. Ах, хорошо как. Завтра я отправлюсь в город. Как свободный человек. И буду торговать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, встаем. Какой чудесный день. Пора идти в город торговать. Стоп. Что? Погодите-ка секундочку. Вареные овощи. Мне никогда отсюда не уйти. Я обречен навсегда остаться рабом. Ползун. Мак? Что тебе нужно? Я так просто решил спросить, какие у тебя планы на эту ночь. Я в рабстве, Мак. У меня нету планов. Ты ошибаешься, Ползун. У тебя есть план на сегодня. Какой? Ты планируешь сбежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...